итак всем привет сегодня будем делать преобразователь для прибора для тестера на 9 вольт короче вот есть такой высоковольтный преобразователь китайский значит как мы из него будем делать повышайку с 3 и 7 вольта до 9 вольт там есть такой подстроечник стоит вот так вот он был запаян значит подключаем к клеммам входа блок питания с напряжением 3 и 7 вольта это v in плюс gnd gnd ground это минус out это плюс выход и gnd ground выход значит получается здесь вход подключаем источник питания выставляем резистором 9 вольт на выходе далее выпаиваем этот резистор это у нас такой вот резистор насколько он тут по моему килоом на 10 если я не ошибаюсь средняя ножка у него бегунок потому что я взял новый такой вот тут схематично изображен бегунок на второй ножке резистор по моему или на 10 килоом до 103 код 103 это 10 килоом и замеряем тестером относительно серединке сопротивления получившиеся то есть у меня получилось 9 и 6 килоома и 490 ом запаиваем вместо него два постоянных резистора вот я запаял 10 килоом 103 и 510 ом с кодом 511 и вот у меня получается подаем 37 вольта на выходе 9 вольт все преобразователь у нас стабилизированного напряжения на 9 вольт готов дальше нам необходимо будет совместить аккумулятор такая вот банка и зарядное устройство для него все это как-нибудь скомпонуем разместим и примерно чтобы получились габариты батарейки кроны как-то так привет друзья с вами я дмитрий сегодня будем конструировать источник питания для вот такого тестера gm 328 пришедшего мне из китая недавно и о котором я делал краткий обзорчик я его потихоньку начинаю собирать в корпус который пришел с ним в комплекте вот эту панель я немножечко уже подклею приклеил и так сейчас поговорим об источнике питания вот я сделал некоторый предварительный проект это у меня будет источник питания для тестера вместо аля кроны батарейки значит коротко о сути проекта значит для проекта нам потребуется вот такая плата это плата сенсорного выключателя на микросхеме тпп ттп двести двадцать три вкратце скажу как он работает и для чего здесь перемычки значит здесь у нас это у нас ground минус это у нас в cc плюс от 3 и 7 до 5 вольт лучше конечно 5 вольт но он прекрасно работает и при 37 вольт это выход здесь строили встроенный mosfet который коммутирует плюс на выход грубо говоря и сам как бы сенсорный датчик значит здесь у нас перемычка а ставится для низкого уровня входа и перемычка б ставится у нас для режима триггера сюда припаивается внешний лепесток для сенсора вместо вот этой площадке грубо говоря либо ставится сюда параллельно конденсатор от 20 до 50 пикофарад чтобы снизить чувствительность сенсора что нам в принципе нужно будет вот у нас уже конденсатор я подготовил это конденсатор у нас на 33 пикофарада моего сюда поставим запаяем сюда перемычку и будем снимать уже сигнал дальше нам потребуется плата зарядки аккумулятора 18 650 со встроенной защитой вот у нас защита собрана здесь у нас плата сама микросхема зарядки разъем micro usb и два индикатора зеленый и красный либо синий красный синий горит и зеленый горит когда заряжается красный вернее красный горит когда заряжается голубой или зеленый уже когда заряд закончен дальше что нам потребуется дальше нам потребуется плата такого преобразователя сразу ее выставляем на 9 вольт на выходе для этого подключаем ко входу сюда вот минус сюда плюс в и здесь минус здесь плюс выход подключаем сюда источник питания сразу 3 7 вольт или 4 вольта подаем и на выходе снимаем чтобы было крутим резистор до 9 вольт дальше его выпаиваем фиксируем сопротивление относительно средней точки влево относительно средней точки вправо но это я уже делал у меня получились вот такие вот показатели это 9 и 6 килоом и 490 ом то есть вот резистор у нас вот так вот запаян вот так вот он стоит и в этих плечах вот такое сопротивление то есть я возьму значит резистор на 510 ом поставлю и резистор порядка 10 килоом вот у меня здесь вот такая фигня уже собрана здесь вот как можно видеть у меня стоит уже 510 ом и и 10 килоом резисторы запаяны подключен вот этот сенсор здесь питание аккумулятора плюс-минус разъем зарядки я убрал здесь плата без защиты зарядки так как она в принципе не нужно потому что здесь на банке есть своя защита вот ну и сенсор вот перемычка стоит здесь стоит уже конденсатор запаян тоже 30 порядка 30 пикофарад и сейчас я покажу как эта фигня работает значит касаемся мы сенсора светодиодик загорелся здесь появляется на выходе преобразователя вот этого уже появляется 9 вольт сейчас мы это посмотрим включаем тестер на напряжение ставим сюда контакты минус и плюс и у нас напряжение 9 и 1 вольт вот стоит сенсор коснуться светодиодик погас и соответственно у нас здесь на выходе больше уже ничего нет ну вот вот такой прототип вот такой получился прототип сенсорного выключения включения источника питания будем собирать значит вот на таком аккумуляторе это две банки по 860 865 800 фу блин 18650 аккумулятора две банки это с электронной сигареты мои они немножко уже сели каждая банка была изначально 2200 микро миллиампер они были подключены параллельно сейчас в них уже осталось около 2000 на банку то есть короче немножечко подсевшие но для данного прибора я думаю это будет несущественно будет нормально что скажу по толщине по толщине корпус он у нас в принципе вписывается то есть как бы если вот так вот прикинуть аккумулятор по ширине его вот так вот не поставишь потому что он за грани выходит до что там что там поэтому вот так вот мы расположим вертикально рядом расположим платы зарядки и плата преобразователя может быть даже я не буду резистор снимать потому что вот я смотрю по высоте но все прекрасный так входит просто отрегулирую на 9 вольт и все и плату сенсора вот этого я ее выведу на заднюю стенку вот так вот так вот стенка здесь будет я ее выведу вот здесь вот сверху чтобы она была то есть прибор будет вот так вот как бы скомпонован расположен вот так и здесь будет у меня сенсор включения но думаю компоновка будет нормально то есть ну по толщине все как бы тут влазить залазит в общем в общем замечание никаких не должно быть в случае чего потом батарею можно будет заменить когда она полностью уже иссякнет заменить на какой-нибудь кальмулятор от телефона там не знаю или на обычную банку 18650 но чего-нибудь можно приколхозить будет ну будем собирать так вот я проточил отверстие под плату зарядки она идеально сюда входит входит и выходит вот так вот он разъем туда залазит чуть выше чем основание донышко сделал потому что чтобы штекер разъема заходил нормально сюда сделаем два световода напротив светодиодов для индикации или перенесем их сюда чем сейчас подумаем над этим вопросом вот такая будет компоновка основных элементов как я уже ранее говорил плата зарядки и защиты аккумулятора плата преобразователя повышающего это два светодиода смд-шных красненький синенький будут припаиваться вот сюда где откуда я их выпаял вот такая будет сторона здесь же установлю сверху сенсор для включения источника питания ну и поднастроить его останется такая вот компоновка элементов ничего в принципе здесь не мешает все прекрасно ложится единственное конечно негативная часть он упирается немножко в аккумулятор паянными деталями но я их немножко подстригу чтобы было более ровно более плоско так вот кусачками подстригу ну вот такая у меня получилась конструкция вот включился нажимаю выключился касаюсь включился касаюсь выключился сенсоры выявил виде вот этого самореза с контактным лепестком и подпаял площадке ну вот здесь вот с этой стороны вот где площадочка припаивается туда же запаял вот все прекрасно работает касаешься включается касаешься выключается вот питание будем брать преобразователя и сейчас будем все это хозяйство собирать и оформлять корпус здесь на выходе электролитик еще повесил 100 микрофарад 16 вольт на всякий случай для лучшей фильтрации от преобразователя так ну вот собрал я эту трехомодию все в корпус теперь будем смотреть что получилось так сенсор включился включаем питание и что за фигня подсветка срабатывает индикатор как бы приглушается блин походу не хватает только для запуска это фиаско братан придется все-таки кнопку ставить так и так перешел и значит на кнопку вот такую кнопку с фиксацией припаял подключил ее подключил так чтобы подключился преобразователь к батарее ну что ж давайте посмотрим что у нас получилось включаем кнопку нажимаем кодор батареи 9 и 2 окей тестирования ля-ля тополя все работает вот такая доработка вот так он смотрится в корпусе вот такой получился приборчик всем пока с вами был дмитрий всем удачи и пока